Речь уже сформировалась в нынешнем виде, который у нас сейчас существует, Централизиатская рабочая группа, объединение четырех стран. Первично мы, Централизиатская рабочая группа, она рассматривала только коммерческие стандарты ЕКОМ. Сейчас фронт работы расширился, также рассматриваются вопросы географических указаний, также рассматриваются вопросы не глобулгой, а просто надлежащей сельскохозяйственной практикой, базового уровня для фергеров. И в каждой стране есть своя рабочая национально-техническая группа, которая выполняет поручения или выполняет задания, которые определяются на заседаниях Централизиатской рабочей группы. В целом мы стараемся в год хотя бы один раз собираться. Последние годы, ну с учетом сейчас некоторых нюансов приграничных, это Ташкент, это Узбекистан или Казахстан, но, по-моему, уже мы начали обсуждать, что в 20, сейчас 24-й же, в 25-м году, дай бог, будет в Бишкеке. Что там происходит? За вот этот год, который НТГ работала, она презентует свою выполненную работу, какие информационные кампании были проведены, какие обучения будут проведены. Вот, например, наше обучение, дай бог, тоже попадет в отчет НТГ, когда у нас будет встреча. Какие наглядные материалы разработаны. Все, что происходило в течение года, в виде отчета презентуется. И на заседаниях Централизиатской рабочей группы определяются направления деятельности, куда мы будем двигаться дальше, какие стандарты, например, нужны. Например, на прошлом заседании был понят вопрос по разработке вот этого же стандарта на сушеный шуковник. Был поднят вопрос по разработке плаката по дефектам, ну, со стороны СТГ Кыргызстана, по дефектам нектаринов, персиков и нектаринов. Это, кстати, он уже завершен. Очень хороший плакат получился. Ну, в общем, вот так очень активно работает Централизиатская рабочая группа. Есть определенные интересы на последнем заседании, которое проходило в заседании ЕКО. В Женеве проходило. Впервые участвовали представители из Российской Федерации. И когда они увидели, что происходит там, и когда они обратили внимание на нас, они были приятно удивлены, что, оказывается, в Центральной Азии у вас есть полезная, ну, такая инициатива. Они попросились к нам присоединиться. Сейчас вот рассматриваем вопрос, да? У нас же Центрально-Азиатская. Также проявляют интерес туркмены. То есть определенный их частный сектор и министерство хотят присоединиться, но есть некоторые политические нюансы. Они хотят получить разрешение у своего государства. Там есть некоторые бюрократические вопросы. Также, не смейте, пожалуйста, но Афганистан тоже проявляет некий интерес присоединиться. Но некоторые предприниматели, которые занимаются переработкой и экспортом плодовощной продукции, некоторые сотрудничают с таджикскими экспортерами, и они, узнав о ЦАР, тоже хотят принимать участие, тоже хотят заявить о себе. Но пока что этот вопрос заморожен. Вот здесь, за мной, вы можете увидеть структуру Центрально-Азиатской рабочей группы. То есть все страны. И есть секретариат, в который входит по представителю от каждой страны. И есть национальные технические группы в каждой стране, где представители отрасли, представители консалтинга, представители от госсектора. Но все, кому интересно, на это направление, они включаются в работу. Я просто дополню по структуре. Дело в том, что мы являемся Кыргызстаном, мы являемся частью, вот этой структуры ЦАРК и члены структуры ЦАРК. Я просто хочу, чтобы информация пошла дальше, о нашей стране. Наша группа, которая входит в структуру ЦАРК, создана на базе Министерства экономики. Министерство экономики национальную НТГ ведет. Вот у нас сидит прям голова, что-то не видит. Да, да. Почему на базе Министерства экономики мы это не делаем? Потому что вопрос в обмене. Вопрос сбыта и контроля, который затратили стандарты ЕЛИСИ. Вот все, что касается торговли, это Министерство экономики. А специалистом этой группы является ассоциация. Это логично. То есть мы разработали уже, вчера вы разговаривали, разработали план работы. Мы отновили этот план работы. Тогда включили в том числе те вопросы, которые стоят в нашей мете. В нашей мете. И вот сейчас планирую собрать НТГ национальную, и я это почему-то. Вот нам бы очень хотелось, и понимая, что здесь присутствует бизнес, нам бы очень хотелось, чтобы на этих площадках звучал голос бизнеса. Не разработать стандарты, как предлагалось ради стандарта. Нет. А вот именно занятка на разработку стандарта должна идти от бизнеса. Как это звучит в ТАГе? Узбеки лоббируют строительство. Для чего? Потому что стандарт называется сбыта и контроля. Да? Если вам нужно сбыть свои, допустим, вот прям баталия была на последнем заседании, в НТГ, нужно ли стандарты кинеси на свежую леднику. Прямо на свежую леднику поднимаем. И что там у нас в клубниках было, и что заявляла еще всякая малина. Малина, да. Вот нам нужно стандарты кинеси по клубнике малины. Мы тут же говорим, запросов бизнеса есть? Нет запросов бизнеса. Ну, была ассоциация. Вот сидит ассоциация кладовой ягоди. А у вас есть запрос? Ну, на ягоди же есть там. Ну, вот подождите. Хорошо, не передумай. Да, он замешивался, не смог ответить на вопрос, потом как раз стали поднимать, наличие стандартов ОК, некраса есть, и нам не надо изобретать фоспект. Но самое главное, что в рафтах вот этого НТГ должен заявлять во всю мощь, голос бизнеса должен звучать. И оплата разработки этих стандартов. Она должна тоже идти от бизнеса, не привлекая проекты. Почему? Потому что устойчивости в каких, ну, может быть, проекты-то соединиться на каком-то этапе. Но этот стандарт должен быть для бизнеса. Почему? Потому что он его вот так возьмет и будет в рамках этого стандарта именно сбывать свою клубнику, допустим, не клубнику, а чего там нет еще, да? И откуда эти идеи капают. Вот я бы с вами всегда селась, о чем вы говорите. Царк встречается, у него накапливаются идеи, они по вертикали спускаются в национальный НТГ. Я думаю, что встречное здесь у нас движение. Итак, здесь же... Встречное. Национальный НТГ выдвигает предложение в ЦАРК, ЦАРК обсуждает, а потом спускает обратно на площадку. Но почему вот на ЦАРК, да, там, не именно, там тоже сидят представители предприятий, частного сектора. Вот они там поднимают вопрос, сразу обсуждаются, если все страны согласны, окей, вносим в протокол и соответствующий НТГ делегируется. Но предложения все-таки идут от национальных НТГ по разработке стандартов, а потом они обсуждают про ЦАРК. Вот мы, например, не пропустили предложение по разработке стандартов и миссии на Бургерку. Мы решили, что нам это не надо. Если мы решили в своей национальной НТГ, что Кыргызстану вот так нужен этот стандарт, мы бы предложили эту разработку на площадку. И вот на сегодняшний момент какие результаты есть? На международном уровне получилось нам изменить централизация рабочей группы изменить один стандарт по 16-й абрикос. Слепой? Не, не 15-й. Слепой это чернослив? Слепой это чернослив, а 15-й это... Изменили именно так, как нам нужно стандарт на сушеный абрикос. Разработали, изменили, ну тут информацию, цифру нужно обновить, активно участвовали во время изменения стандарта на чернослив, чтобы он также представлял интересы производителей, фермеров, которые выращивают чернослив в нашем регионе. Разработали ряд новых стандартов. Это на сушеную дыню, на ядра абрикоса, на сушеную курму, на арахис в скорлупе, на ядра сырые, и жареную. То есть это абсолютно новые стандарты. Эти стандарты разработаны не для какой-то одной централизированной страны, не для региона. Это стандарты, разработанные на международном уровне, и условно, даже если с Марса кто-нибудь захочет экспортировать сушеную курму, он будет использовать стандарты, которые мы разработали, но, естественно, там не представлены не только интересы нашего региона. Конечно же, с учетом комментариев других стран мы разрабатывали, например, по сушеную курму были учтены пожелания корейцев. Японии? А? Японии? Нет, японцы не участвовали и... Нет, не только кто-то. Армения. Армения была? Армения была. Корейцы и армяне они выходили и сказали, что, пожалуйста, мы хотим, чтобы вот эти параметры мы тоже запомнили. Очень много различных пояснительных плакатов о дефектах было разработано и на международном уровне, и на региональном уровне, который сейчас находится на стадии одобрения. Например, плакат по черносливу на международном уровне был зарегистрирован и его разрабатывала национальная чинская группа Кыргызстана. Плакат по сушеной дыне разрабатывал Узбекистан. Плакат по сушеному абрикосу разрабатывал Таджикистан. А в последнее время вообще эта деятельность объединилась и, например, разработка в каких-то наглядных материалах коллективно происходят, что тоже является хорошим показателем. оттенков. Продолжение следует... Продолжение следует...